Время новостей Донбасса 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 Дошкалята в восторге Совсем недавно на этом месте Был полузаброшенный погреб Теперь здесь современное Безопасное покрытие Футбольные ворота И баскетбольное кольцо Разноцветные лестницы И мостики для активного отдыха Детворы Ступеньки, ракета Рязь, туннель Библиинт Ты доволен? Да В прошлом году Благодаря помощи АКХЗ Для садика купили новую мебель Благоустроили двор И установили современное освещение Теперь появилась И многофункциональная Спортивная площадка Всего на развитие детсада Чебурашка Шефы выделили Почти 2,5 миллиона гривен Мы обратились Метинвесту Нас услышали И приняли у нас еще пожелания И мы очень довольны Очень счастливы Как вы видите Дети Наверное, больше всего Эта площадка для воспитанников Чебурашки далеко не единственный Социальный проект Авдеевского Кокса Хима Продолжается реконструкция Неврологического отделения Горбольницы Центра для развития детей и молодежи Ремонты в школах и детских садах Мы считаем, что наши люди Должны жить в хороших условиях Что они должны получать Все плюсы цивилизации И мы прикладываем для этого все усилия Вместе с городскими властями И делаем много для города И надеемся, что будем делать еще больше Интересы города и завода совпадают Считают в местной военно-гражданской администрации Благодаря программе социального партнерства Новые объекты инфраструктуры появляются не только в центральной части Авдеевки Но и на ее окраинах Только в этом году в рамках программы социального партнерства Авдеевский Коксахим выделил на развитие местной инфраструктуры Более 16,5 миллионов гривен В том числе финансируют конкурс «Преобразим Авдеевку вместе» В нем могут принять участие ОСМД и инициативные жители Которые хотят сделать свой город комфортнее и уютнее Лучшие проекты реализуют за счет Авдеевского Коксахимического завода Алексей Куделя, Игорь Монастарев, телеканал Донбасс Здание «Призрак» В центре Покровска пустует сгоревший кинотеатр «Мир» Пожар там произошел год назад Но городские власти восстанавливать его не спешат Затягивается и расследование Почему, выясняла Елена Успенская Без окон и дверей Только обгоревшие стены Крыша обвалилась после пожара Это все, что осталось от кинотеатра «Мир» Когда-то здесь кипела жизнь Показывали фильмы и мультики Алина с подругами бывала на сеансах И хорошо помнит, каким здание было внутри Зал большой, сидения бархатные Мультики показывали Сгоревшее здание в центре города Портит облик всего Покровска, считают жители Все разваливается и так, а хоть что-то будет Он в сгоревшем состоянии имеет, а огорчает Но больше всего горожан беспокоят, что коммунальщики за год так и не огородили сгоревшее здание Туда залезть очень легко Через окна, через двери Может быть, обрушения, может быть, раны, начисленные, ушибы Пожар в кинотеатре «Мир» произошел год назад Спасатели тушили огонь более трех часов В полиции установили, что здание подожгли школьники Однако дело о поджоге в суд так и не передали Следствие затягивается Були установлены трое неповнолетних От 12 до 15 лет З'ясовалось, что они проникли до строительства Кинотеатра Розвели огнище Но когда оно перекинулося на стельце И началась пожежа, они втекли Чтобы передать материалы до суду, нужно установить сумму сбитков Для того, чтобы установить сумму сбитков, нам необходимо установить властника Культурный центр или двухэтажный кинотеатр Что построят на месте пожарища, чиновники еще не решили Проект реконструкции только разрабатывают К вопросу реконструкции кинотеатра «Мир» Мы, наверное, подойдем только в конце этого года Не имею в виду начало самих работ А к определению окончательного формата использования этого здания Чиновники обещают утвердить проект строительства Только после обсуждения с громадой Елена Успенская, Владимир Краснов, телеканал Донбасс 800 человек утонули в Украине с начала года Каждый десятый из них ребенок Только за один день в воде погибают до 20 отдыхающих Это больше, чем в ДТП Владислав Поливода отправился на пляж И готов напомнить, как спасти утопающего Так спасатели предупреждают об опасности И следят за порядком на берегу Под пристальным вниманием выпившие Ведь 80% утопленников были сильно пьяны Подчеркивают в службе по чрезвычайным ситуациям Знают ли украинцы, как спасать утопающего Как действовать правильно, объясняют опытные спасатели Мы должны его руки держать под водой обязательно И таким вот образом буксировать его на берег Уже на берегу проверьте, дышит ли человек Если нет, вызывайте скорую и начинайте непрямой массаж сердца с искусственным дыханием Делаем сначала пять спасательных вдохов Нужно немножко запрокинуть голову назад Желательно что-то подложить После запрокидывания головы назад Открываем дыхательные пути Закрываем пальцами нос И делаем искусственное дыхание Когда пострадавший придет в себя Его следует перевернуть на бок Мы берем одну руку Ложим ему в кулачке Сюда под голову Вторая рука плотно здесь Поднимаем одну его ногу После этого Мы делаем одно легкое движение Владислав Поливодор, Руслан Кузьгов Специально для телеканала Донбасс Война лишила восьмилетнего Данилу здоровья Но не мечты стать футболистом Мальчик серьезно пострадал от взрыва снаряда Получил многочисленные ранения Лечение длится не один год Пришлось даже заново учиться ходить Сейчас третий классник на реабилитации в Одессе С Данилой встретились наши корреспонденты Глубокие шрамы, рубцы по всему телу На глазах Дани погиб двоюродный брат А его самого тяжело ранило Меня потом отвезли в больницу И пришивали вот эту А потом А потом когда-то у меня появилась эта ранка Село Берестовое Донецкой области Снаряд взорвался во дворе Когда там ужинали две семьи Даниил с сестрой выжили Потому что находились всего на пару метров Дальше от эпицентра взрыва Блеск в глазах Шум, крик Я слышала, что мой брат плачет Я его пыталась взять на руки Взяла и чувствую, что у меня стала мягкая нога Она у меня провалилась И кость у меня торчит с ноги полностью Помню то, что я не могла видеть У меня в глаз попал порох Я уже просила Господа Пускай либо доехать до больницы Без специальной обуви Брат не ходит Без протеза не спит И так уже четвертый год Но расстраивают его не шрамы Рассказывает Александра О проигрыше на футбольном поле Не хватает сил угнаться за сверстниками Он тогда расстраивается, когда он не может Как они, он начинает Он понимает, что у него проблемы с ногой Начинает плакать Можно, конечно же, бегать быстро Но сильно долго нет Если честно, то у них чуть-чуть хромает Вернуть гибкость и подвижность суставов После ранения необходимо Как можно скорее Объясняют специалисты Может быть гипотрофия мышц Голени, стопы Поэтому вовремя нужно делать разработку Ребенка Чем быстрее реабилитация Тем быстрее движение у нас восстановится И все будет в порядке Для Дани и других раненых детей Донбасса Работает программа реабилитации Гуманитарного штаба Рината Ахметова В ней приняли участие уже 94 ребенка Правая ножка у него здоровая Нормально, в принципе, все Вот с левой взрыватываем суставчики В этом году восстановительное лечение Проходит в Одесском санатории Куяльник Массажи, лечебные грязи, занятия в спортзале Большой результат, очень огромный Благодаря Фудрину Тахметова Вот сколько операций, сколько всего Как бы по-другому Вот если бы не он бы Я бы не знаю, как бы мы сделали дальнюю операцию Вот так вот Тем более там же лекарства всегда грагостоящие И лебилитации тоже Сейчас Даня активно тренируется, чтобы по возвращению домой Вновь выйти на футбольное поле Юлия Меншакирова, Дарья Сидоровская, Олег Шпак Для телеканала Донбасс Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий На этом наш выпуск завершен Всего доброго Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»